Добрый день, друзья! Меня зовут Амир Уэтмен. Я президент клуба молодых бизнесменов. Мы сейчас в гостях у Андриана Кожакаро, владельца сети магазинов Darwin. Андриан, привет! Привет! Андриан, прежде чем мы начнем, хотелось в двух словах, чтобы ты рассказал, какая сейчас ситуация в целом у тебя, сколько у вас магазинов, сколько людей в команде, чтобы было проще и понятнее, что перед нами сидит успешный предприниматель и многого уже добился. Успешность определяет, наверное, должны определять другие, то есть себя я успешным называть не хочу, я расту, стараюсь расти всегда. По состоянию на момент у нас 42 магазина, из которых 27 или даже 28 уже не помню, это под брендом Darwin и есть еще партнерские под брендом Orange. По людям порядка 250 человек, из которых 70 в офисе и соответственно 180 в продажах. Сколько лет уже компании? Мы в этом году, 16 марта 4 года. Бренду, то есть это бренду, потому что компания, в принципе, мы были коннектом, мы потом там рассоединялись и так далее. Да, то есть мы создавали новую компанию, новый бренд, но с частью старой команды. Андрей, скажи, пожалуйста, как ты считаешь, вот твоя ключевая компетентность, ты любишь руководить, ты любишь создавать новые проекты, то есть тебе больше нравится маркетинг, продажи, управление, вот в чем твоя сила, ты считаешь? Ну, я однозначно маркетолог, то есть и в душе, и я больше люблю и креативити, и такой я художник, то есть мне не хватает, наверное, где-то там системности, там какого-то, там, не знаю, человек, который закончил физмат или, то есть я больше вот так, креативно, художник и так далее, но по долгу работы, то есть я научился быть и организованным, и системным, и надеюсь, что это у меня получается как бы неплохо, но в этом, это моя, скажем, вот слабая сторона, то есть сильно это маркетинг и так далее, ну вот как-то так. А вот есть проекты маркетинговые, которые вы делали, которыми ты гордишься, и вот чем они тебе нравятся? Вот какие успешные проекты маркетинговые вы делали? Ну, много проектов было реально, которые мы... Но они из самых ярких? Ну, это фестиваль красок однозначно, то есть мы... А чья идея, почему вы решили сделать именно... Там история такая интересная, то есть, в принципе, мы решили при старте, когда мы открывали первые магазины, мы приняли решение делать это в какой-то необычной форме, не просто там открыть магазин и навесить шарики и написать, мы открылись, да, а сделать что-то необычное. И начали появляться идеи, мы тут бреймстормили, и появились как бы... Одна из идей это была именно вот разбрасывать вот эту цветную краску на открытие магазин, то сделать как такое, как... Флэшмоб. Флэшмоб, да, совершенно верно. И мы это сделали в центре, на Болгарской, у нас там есть на угол Штефана магазин, и была шумиха, там даже масс-медиа подключили, то есть мы реально обалдели от фидбэка и от эффекта этого. И после этого, через какое-то время мы подумали, почему бы это не, как бы, поддержать, не масштабировать и не создать из этого, ну, что-то большее. То есть, и вот мы пришли к тому, чтобы сделать отдельный эвент, и мы его сделали три года назад, первый раз. Сколько человек было? Мы сразу собрали почти 10 тысяч, да, на площади 501 или национальной. И первый с тобой выступал? ITB, вот этот легендарный, как бы, диджей, он очень серьезный, он стоил нам дорого, это вообще, я даже не до сих пор не понимаю, как мы... А вот это, ну, как бы, билеты были платные, правильно? Да. То есть вы вошли в плюс, либо это как, это чисто было? Нет, мы ушли в хороший минус, там, порядка, не знаю, там, 30 тысяч долларов мы потеряли в тот вечер, да. А цель какая была? Ну, цель была... Конечно, когда концерты, на концерты зарабатывают деньги. Вы тоже устроили, можно сказать, концерт-шоу, но вы не заработали деньги. У нас, вообще, задача бренда Darwin и, как бы, часть ценностей, вообще, как мы себя позиционируем, мы дифференцируемся, то есть, от конкурентов мы делаем, стараемся делать то, что они делают другие, то есть, постоянно ищем вот эти пути, то есть, через маркетинг, через продукт. Мы там сейчас гаджеты, там, внедряем, и очень это все дорого, и не особо продается, не все продается, но мы тестим, это нас выделяет, и, скажем, общий серый масс. То есть, мы стараемся вот именно дифференцируется от конкурентов. Соответственно, вот этот фестиваль, красок, все, это была для нас возможность реально, чтобы люди видели Darwin, бренд Darwin под другим углом, там, чтобы они его увидели с этой стороны. И нам реально удалось, потому что тот таргет, который приходит, пришел и приходит до сих пор на фестиваль, это тинейджеры, это молодые люди, которые, они, по сути, транссеттеры, мы их называем, то есть, де-факто, они где-то есть таргет, для которого мы коммуницируем, делаем нашу рекламу, потому что, например, в семье, вот есть, там, отец, мать и дети, там, и бабушки, и так далее. То есть, если принимается решение о покупке какого-то, там, телефона, там, нового девайса, обычно дети являются инфлюенсерами, то есть, они, да, они более углублены в технологии, они это знают, поэтому их слушают, и, там, сынок, а что там сейчас модное, да, там, айфон или еще что-то, а где купить? А он у нас на фестивале был, ну, в Дарвине, то есть, соответственно, есть какая-то логическая цепочка, которой мы вот через эти маркетинговые активности, вот, держим этот таргет в нашем фокусе. А вот, получается, вы уже три фестиваля организовали, да? А второй фестиваль сколько человек было? Тоже, нет, где-то 8 тысяч, 8 тысяч, чуть меньше, мы его сделали на Молдэкспо, там, и площади меньше было. И третий? И третий, это был в прошлом году, там тоже, хедлайнер, то есть, диджей был не прямо там, мы хотели больше, но десять тысяч почти тоже. То есть, получается, все три события, они были в минусе? Нет, нет, скажем, во втором году мы потеряли, но меньше, там, порядка десяти тысяч, а в прошлом году мы уже в плюсе, то есть, мы сумели заработать, мы, за счет того, что, ну, здесь нюансы, то есть, мы сумели организовать этот эвент более качественно, то есть, мы уменьшили потери, мы сделали более качественно, например, там, на самом фестивале мы продаем эту краску. В первом году мы там поставили одну какую-то палатку, там были очередь, давка, то есть, реально, мы продали, например, ну, условно, мы продали тонну краски, да, десяти тысячам человек. На втором году мы продали две тонны, мы поставили две будки, а в прошлом году мы поставили, по-моему, шесть и продали четыре тонны краски. За то же время тем же людям, понимаешь? То есть, организация процесса позволила выйти, как бы, из минусов, ну, вот как-то так. Классно. Ну, я понимаю, планируется еще, ну, четвертое. Ну, каждый год мы планируем. И здесь будет еще куча. То есть, в этом году, да, мы... Тут будет в хорошем плюсе уже. Ну, здесь спорно, почему? Потому что мы, например, в прошлом году был не очень дорогой диджей, а в этом году мы ищем реально какого-то классного, который... Сорвать город. Ну, чтоб ты понимал параметр цен. Например, диджей мирового уровня, который мы ищем, это где-то в районе 35-50 тысяч евро за два часа. Понимаете, что вы хотите узнать, что диджеем надо работать? Да, за два часа, за два часа ребята рубят полтос и уезжают. Их... Ты для них чартер, у них райдеры, там, эш-андон и все такое. То есть, ну... Отлично. Вот так. Бизнес-тренер, бизнес-тренер стал диджеем. Диджейский бизнес, оказывается, в мире... Очень... Насколько вот можно было посчитать, вот что вот вы вложили столько-то, и это конвертировалось в столько-то продаж. Вот есть какая-то статистикой, и как его сейчас осуществить? Либо это на ощущение. Это всегда сложно. Мы организовали... Это всегда сложно. Тут комплексно. Иногда, казалось бы, все просчитано, и правильно креатив, и идея, и все, но в итоге там не получается того, чего ожидаешь. Тут есть какая-то последовательность, есть... Можно что-то предсказать, но не все. То есть, однозначно есть доля удачи, доля... Потому что есть еще и внешний фактор, есть конкуренты, есть... Ты не знаешь, с чем они выйдут, да? То есть, что произойдет как бы там, ну и так далее. То есть, получается, фестивали, которые вы организовывали, это была как некая интуиция? Либо вы это все просчитали, вы проанализировали, вы поняли, что если вы организовываете на 10 тысяч, то сравнительно, столько это будет продаж после этого? Этого не было. Мы просто... Во-первых, для нас это шикарный тимбилдинг. Потому что у нас вся команда участвует в этом. Это мы... У нас ребята с продукцией... Дорогой какой-то тимбилдинг? Ну, дорогой, но прикольный. Потому что ребята продают краску. Мы там тусим, ходят, организовывают там все. То есть, это все наше. Мы отсорсим не берем, мы сами своими силами. То есть, вся команда участвует? Все абсолютно участвуют. Ну, не все там, там, 200 с чем-то. Ну, порядка там, третьи ребята, они все именно реально вовлечены в это. Это, получается, мы... Я реально иду с удовольствием, там, тушусь, как бы, тусуюсь с ними, борщу эту краску, там, прыгаю, кайфую и так далее. То есть, вместе с ними. При этом идея у нас, что это приносит плоды для бренда. То есть, повышает узнаваемость. Повышение узнаваемости бренда, по большому счету, невольно генерирует доверие к бренду. Доверие к бренду генерирует продажи. То есть, это вот логическая цепочка, которая так или иначе, она работает. Она работает. Скажи, вот есть, вот в завершении нашего разговора, какие рекомендации ты бы дал бы тем людям, которые планируют, ну, думают о том, что бренд – это не очень важно. Вот я понимаю, ты очень много времени уделяешь тому, чтобы бренд Дарвин был на слуху, чтобы его репутация была на очень высоком уровне. Почему тебе это так важно? Первый вопрос. Второе, вот что бы ты порекомендовал тем, кто только начинает свой путь, предприниматели, у них бренд еще свежий, так сказать, не испорченный, о нем еще мало кто знает, и чтобы правильно войти в струю, чтобы о нем узнали, какие существуют методики. То есть, первое, почему ты так уделяешь много внимания бренду. Второе, вот как сделать бренд своим узнаваемым? Ну, повторюсь, что по мое мнение, что инвестиции в бренд, в раскрутку самого бренда даже через косвенные мероприятия, как фестиваль красок, он ничего не имеет общего, да, к продажам телефонов. Но инвестиция в бренд, в его узнаваемость, это повышает доверие, а доверие повышает продажи. То есть, я уже это говорил. То есть, это логическая цепочка, она реально работает. По поводу рекомендаций, у меня есть две рекомендации. Первая, это учиться, учиться, еще раз учиться, как говорил. Да. Ленин. Удивая по-своему. Второй, это личностный рост, личное развитие и третье, это профессиональное развитие. То есть, это твоя узкая специализация, в чем ты хочешь быть сильным. И вторая рекомендация это не бояться рисковать, потому что обычно происходит так, что люди хотят держать зону комфорта, они не хотят из нее выходить, они реально боятся этого и просиживают жизнь в таком непосредственном состоянии. Соответственно нужно не бояться рисковать и вообще не бояться ничего. А если взять бренд, допустим я начинающую компанию, бренд у меня еще мало известен, в какой момент нужно вкладывать много денег в бренд, в развитие бренда, по твоим ощущениям? А есть много денег, если есть много денег, а если нету, то нужно постепенно развиваться. Ну здесь сложный мир, то есть нету готовых решений коробочных для таких вещей, здесь все индивидуально, зависит от, как в одной книжке очень классно написано, что ты должен всегда, когда делаешь бизнес, смотреть за ассоциацией с покерным столом, то есть бизнес это как покерный стол, то есть ты садишься за стол, но при этом приглянись, кто играет за этим столом, насколько сильны игроки. Так и в бизнесе, на рынке, то есть ты, начиная свой бизнес, ты же делаешь какое-то изучение рынка, да, ты начинаешь щупать, а кто на этом рынке, кто они такие, как они работают, что говорят про них клиенты и так далее. То есть, соответственно, ты понимаешь, ты сможешь, например, дать что-то большее, чем они, или дифференцироваться, или там вытащить какое-то свое преимущество и так далее. То есть вот ответы, поиск ответов на эти вопросы дает тебе, в принципе, какие-то решения, потом ты начинаешь двигаться и так далее. А уже в остальном все индивидуальное, понимаешь, от индустрии к индустрии, бюджеты, капитальные инвестиции и так далее. Тут нет однозначно ответа. Если вы начинаете, и ваша компания маленькая, для того, чтобы ваш бренд стал узнаваем, и вы понимаете, что вы теперь готовы вкладывать много денег в раскрутку, то прежде всего вы должны начать с себя. Вы являетесь как раз брендами, если вы руководитель собственной компании, это у вас очень много зависит. Общаясь с Андреаном, я четко понимаю, что этот человек очень много кладывает в себя. Ну и параллельно, конечно, в сам бренд. Андреан, тебе большое спасибо, было очень интересно. Тебе спасибо, Амир. Тебе желаю удачи, чтобы весь мир знал и Google, в том числе, о компании Дарвин. Спасибо, вам-то боже. Удачи. 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 Субтитры создавал DimaTorzok